Весеннее обострение. Такой диагноз ставят специалисты бездомным собакам, в то время как врачи практически ежедневно лечат после укусов по три человека. С начала года в республике пострадавших уже более двух тысяч. Связывают это с сезонной агрессией. О том, какие условия создают для того, чтобы дороги бездомных животных и людей разошлись. Эльмира Заляева. Этот синяк на ноге следы от зубов милого песика. Укус хоть и небольшой, но даже он может быть источником смертельного заболевания. Бешенство. Но Риету Хватулиной повезло. Эта встреча с животным оказалась без устрашающих последствий. Но для профилактики в травпункт женщина все же заглянула. Они наброшены, но не первый раз. Позавчера на соседа тоже такая ситуация была. Сосед не пришел, у него нога вся пухшая. А я пришла сама себя, чтобы обезвредить. В среднем обращается в травпункт от двух до трех человек. Ну, может быть, и в некоторые дни нет обращения, а в некоторые дни, может быть, до пяти человек. До четырех-пяти человек. И это данные только одного учреждения. С января этого года с укусами в травпунктах столицы побывало 624 человека. А по всей республике зарегистрировано уже больше двух тысяч пострадавших. Это почти половина от общего количества прошлого года. Чтобы сократить число уличных собак, существует специальная служба отлова бездомных животных. Вольеры СОБЖи сегодня пустуют. Служба временно не работает. Так что единственный четвероногий житель, которых мы смогли найти на территории, это вот эти три щенка. В помещении непривычно тихо, но к приезду постояльцев уже все готово. Причем меняются условия содержания регулярно в целях гуманности. Мы сокращаем численность гуманными путями. Именно уже внедряем практику европейских стран, как там работу проводят. То есть изучаем и уже вводим как раз у нас на территории нашей организации, на территории города Казани. Этот кабинет и тот кабинет во время функционирования нашей организации у нас здесь проводят операции. То есть проводят стерилизацию, кастрация и вообще осмотр от этих поступивших животных. После осмотра и необходимых процедур собак располагают в специальных вольерах. Есть участок на улице. Но все же этот дом для братьев наших меньших временный. Каждому служба подыскивает хозяев. А пока здесь ожидают первых постояльцев. Появятся они тут не раньше апреля.